Продолжаем выпуск в эфире программы интервью и напомню, что сегодня у нас в гостях заместитель губернатора, начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов. Итак, Сергей Викторович, когда мы говорим о строительстве, о жилищном строительстве, мы все-таки еще подразумеваем комплексную застройку. У нас это уже в порядке вещей в Тюменской области, когда строятся дома, тут же появляются дороги, социальные объекты. Инфраструктура развивается в целом. И сейчас хотелось бы услышать, как у нас ведется работа по строительству социальных объектов. Сколько объектов сейчас в работе? Ну, довольно-таки активно сейчас у нас ведется строительство объектов социально-культурного назначения. Это и школы, и садики, и поликлиники, и дома культуры. Вот если говорить в цифрах, то всего в ближайшие годы мы наметили построить 47 школ, 29 детских садов. Это то, что касается системы образования. В прошлом году мы ввели 6 детских садов и 3 школы. В этом году уже мы с вами, если говорить про школы, то ввели школу в Казарово, ввели школу в деревне Емпанчино Тобольского района. Кстати, вот школа в деревне Емпанчино, это она у нас по программе ликвидации школ в деревянном исполнении. У нас всего планируется в замене 31 объект, в том числе 14 объектов, они находятся в труднодоступных территориях. И часть вот из 31 объекта, а это получается у нас 14 объектов, они будут не в капитальном, а в модульном исполнении. В связи с тем, что, во-первых, территория труднодоступная, во-вторых, ну, довольно-таки далеко находится, и довольно-таки маленькое количество учащихся предполагается в этих учебных заведениях. Мы здесь стараемся привлекать наших местных производителей, поэтому изготовлением этих модульных конструкций у нас занимается Тюмень-Сталь-Мост. Поэтому вот первый объект, он уже к 1 сентября был введен. Сейчас в строительстве находится еще несколько объектов в Агайском районе, поэтому, надеюсь, что до конца года еще несколькими объектами такими мы порадуем. Кроме этого, у нас завершено строительство в городе Тюмени школы на 1200 учащихся мест. Сейчас мы уже с вами привыкли, что каждый год минимум по одной большой школе город Тюмень должна принимать. Поэтому сейчас подготовительные мероприятия проводятся к открытию этой школы. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время эта школа примет своих учеников. Но кроме этого, еще не одна такая школа на 1200 учащихся мест строится в городе. Это и сквер Комсомольский, вы знаете, какая там была проблема. Это у нас и микрорайон Звездный, школа тоже на 1200 учащихся мест. Это и район проспект Менделеевский, тоже там ведутся отделочные работы и благоустройство на этой школе. Тут вот продолжая вашу мысль о том, что это уже традиционно, да, каждый год мы привыкли. Хотелось бы услышать, сколько лет еще будет длиться эта традиция. Насколько у нас планы вообще сейчас рассчитаны? Вы знаете, наши планы были расписаны до 2024 года. Это касается школ. То, что касается садиков, то мы должны были планы эти осуществить до конца 2021 года. Но вот в связи с тем, что пандемия, кризис, вот я думаю, что эти планы будут немножко скорректированы. Но тем не менее мы очень активно двигаемся по строительству детских садов. Вот, и в этом году уже не один детский садик мы построили. Это и в городе Ишиме, законченный строительством, есть объект. Это у нас и детский садик недавно открылся в Ямальском первом микрорайоне. Также завершен строительством детский садик на Войновке. Поэтому тоже в ближайшие дни скоро будет открытие этого детского садика. Но и немало детских садиков у нас уже строится еще. Это и жилой комплекс «Кристалл» активно строится, детский садик. Это и в микрорайоне Москва. В Тереплеханово аж два детских садика сейчас уже у нас строятся. Поэтому мы активно в этом направлении двигаемся. Разработывается проектная документация аж на семь детских садов. Вот, порядка 20 с лишним школ тоже у нас находятся в проектировании. Поэтому я надеюсь, как только у нас будет улучшение, так скажем, с наполняемостью областного бюджета, мы сразу активно в стройку войдем со строительством этих объектов. Поэтому думаю, что и в 2021 году мы постараемся и введем не меньшее количество объектов, чем в этом году. А где у нас больше сейчас необходимости? В школах, в садиках? В городах? Или все-таки в небольших населенных пунктах? Что касается садиков, то у нас большая потребность. Это, конечно же, город Тюмень. Вот поэтому 28 объектов нам нужно построить. Поэтому сейчас этим активно и занимаемся. Либо уже строим, либо завершаем разработку проектной документации. Что касается строительства школ, то, как я уже сказал, вот 47 объектов запланировано. Из них 31 объект. Это у нас в сельских территориях. В основном это далекие сельские поселения. Поэтому там тоже все, так сказать, в активной фазе, либо в строительстве, либо в завершении проектирования. Но и по другим направлениям, то, что касается, допустим, здравоохранения, тоже мы в этом направлении стараемся двигаться. Вот в Тобольске поликлиника у нас сдана, завершено строительство поликлиники такой же. Это у нас поселок Вензилий Тюменского района. Ведется разработка проектной документации на строительство хирургического корпуса в городе Ишиме областной больницы. И строится приемное отделение в этой больнице. Ну и выполнены предпроектные работы по строительству еще одного корпуса. Это на территории второй городской больницы и детское отделение, детская больница тоже предпроектные работы завершены. Вы отметили, что придется все-таки внести некоторые коррективы в те планы, которые были не до 2024 года. А вот насколько сдвинется, на ваш взгляд, реализация ранее запланированного на все шесть лет до 2030-го или все-таки Тюменская область тоже может раньше выполнить все планы? Если мы говорим о планах по вводу жилья, то мы считаем, что вот те планы, которые мы сейчас предложили к исполнению, они ни в коем мере не повлияют на уменьшение тех показателей, которые и сегодня стоят в национальных проектах. Потому что и те социальные обязательства, которые мы на себя берем в плане строительства жилья для отдельных категорий, для социальных категорий граждан, вот они в полной мере исполняются сегодня. И средства, те, которые будут предусмотрены, на будущие и последующие годы тоже они будут не меньше. Вот поэтому я считаю, что если говорить про ввод жилья, то наша оптимальная цифра, вот это вот полтора миллиона квадратных метров жилья в год, тире там миллион семьсот. Вот в этих цифрах мы, в принципе, и предложили. И я считаю, что это реально нам исполнить не только планы по вводу жилья, но и в социальном плане это исполнение тех обязательств, которые мы берем по обеспечению жильем детей-сирот, льготные категории граждан, это работники бюджетной сферы, предоставление субсидий и займов. Это и молодые семьи, это и многодетные семьи, но это, конечно же, и программа по переселению из аварийного жилищного фонда. Это еще одно направление, важное. В прошлом году мы перевыполнили планы, вот сегодня, что у нас сейчас? Да, по прошлому году мы должны были построить 2790 квадратных метров жилья и, соответственно, переселить граждан в это жилье. На самом деле мы построили 31 тысячу квадратных метров жилья. На этот год у нас планы стоят в 19 тысяч квадратных метров жилья. Мы должны построить и, соответственно, граждан переселить из аварийного жилищного фонда. На сегодня более 7500 квадратных метров жилья уже построено и приобретено. И до конца года мы планируем выйти на ту же цифру, то есть по итогам года мы должны построить, приобрести и переселить тоже 31 тысячу квадратных метров жилья. Больше, чем планировано. Да, больше, чем запланировано, ну, почти в полтора раза. Но президентам поставлена задача по сокращению сроков реализации этой программы, а она у нас должна была быть завершена к 1 сентября 2025 года. Это я говорю про весь аварийный жилищный фонд, который признан таковым, многоквартирный жилищный фонд признан таковым, по состоянию на 1 января 2017 года. Мы сократили эти сроки, губернаторам подписана корректировка этой программы, и сейчас, до конца 2023 года, мы должны ликвидировать весь аварийный фонд, многоквартирный, признанный таковым, по состоянию на 1 января 2017 года. Эта программа обеспечена финансированием, и несмотря на пандемию, финансирование не сокращается, и здесь мы двигаемся ускоренными темпами. Это наша инициатива. И мы к концу 2023 года должны это исполнить. А вот жители, они могут посмотреть где-то вот этот вот список включенных в аварийный фонд? Да, да, да. Этот список, программа, так скажем, она размещена на сайте правительства Тюменской области. Она в общем доступе, она не секретна, поэтому можно посмотреть, найти свой адрес, и увидеть там ориентировочные сроки отселения из аварийного жилищного фонда. То есть можно посмотреть не только очередность, но и примерно, когда может произойти переселение. А в таком случае, по итогам этого года, мы до какой даты дойдем, вот вы говорите, что мы должны переселить тот аварийный фонд, который был признан таковым до 1 января 2017 года. По итогам этого года мы какой период закрываем? У нас нет четкого разделения по годам, потому что мы здесь движемся по муниципальным образованиям, и мы стараемся, чтобы все-таки, ну, каждое муниципальное образование, оно планомерно занималось ликвидацией имеющегося у них аварийного фонда. Просто здесь мы действуем по двум направлениям. Первое – это если у нас жилье по соц. найму, либо там наниматели есть, да, то мы приобретаем квартиры, новые квартиры, вот в построенных домах. Если это собственники, то мы, соответственно, выплачиваем им компенсацию. Размер этой компенсации определяется независимой оценкой. И собственники, получив эту сумму, они могут на рынке без доплаты приобрести понравившееся им жилье. То жилье, которое мы предоставляем по договорам социального найма, оно тоже удовлетворяет всем тем требованиям, которые сегодня предъявляются, и предоставляем равнозначное взамен занимаемой площади. То есть именно площадь учитывается, это основной критерий? Это основной критерий, учитывается площадь. Ну, Сергей Викторович, подводя итог нашей беседы, вот как в целом оцениваете реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» у нас в Тюменской области? Я считаю, что мы здесь двигаемся довольно-таки активно, вот, и несмотря на кризисные явления, мы должны и мы исполним все те показатели, которые в национальном проекте установлены. И самое главное, что те жители, которые рассчитывают на нашу помощь, и которые знают свою очередность и сроки, в которые мы должны это исполнить, мы постараемся и исполним все в срок. Сергей Викторович, спасибо вам большое за беседу, будем рады видеть вас вновь. Вы смотрели программу «Интервью». До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова